Сумки категории экстра и крем. Мешок весит на 10 кг. Первым у нас идет сумка марки Prada Milano неожиданно. Одно большое отделение. Есть внутри мешок, который можно отцепить, прицепить. Следов износа на самой сумке нет. Состояние отличное. Небольшая сумочка закрывается на такого рода замок. Следов износа на самой сумке нет. Одно большое отделение. Следов износа на ремешке также нет. По крайней мере, я не заметил. Так, вот такая вот сумочка. Тоже одно большое отделение. Вот какая-то маленькая сумка внутри. Большое есть. Наверное, что-то типа кошелька. Большое зеркальце и этикетка. Видимо, новая сумка. Видно по состоянию. Состояние отличное. Джаспер Конрон. Еще одна сумка. Тоже давайте посмотрим. Следов износа на внутри сумки. Хотел бы сказать, что нет. Вот здесь вот нитки тоже, к сожалению. Так, на самой сумке следов износа я не вижу. На ремешке также без следов износа. Не открывается все это дело на замок, опять же. Так, вот такой вот интересный вариант тоже попался. Похоже, опять же, какая-то сумочка для косметики. Тоже следов износа нет. Состояние отличное. Замок не заедает. Так, вот такая вот маленькая сумочка. Два отделения небольших. Небольшой кармашек. Следов износа на самой сумке нет. На ремешке также без следов износа. Так, вот еще одна большая сумка. Здесь у нас небольшой кармашек внутри есть. Снаружи никаких кармашков, дополнительных отделений нет. Так, еще одна. Так, замок работает отлично. Следов износа нет. Так, это у нас этикетка. Вот здесь вот, вот здесь вот, правда, есть. Вот нитка, шов начал расходиться, и нитка, к сожалению, начала гулять. Так, неожиданно рюкзак. Достаточно такой интересный. Своеобразный следов износа на самом рюкзаке. Я не вижу на лямках, также следов износа нет. Одно большое отделение, есть кармашки внутри, и снаружи очень много кармашков тоже. Вот, вот еще одна такая вот сумка. Посмотрим, одно большое отделение, есть небольшие кармашки по углам, и вот здесь вот кармашек, который закрывается на замок. Так, тоже еще одна большая сумка. Пока она у нас, как это, закрыта. Так, тоже одно большое отделение, небольшие кармашки для телефона для мелочи, и небольшой кармашек тоже снаружи. А вот здесь вот еще два есть у нас, оказывается. На самой сумке следов износа нет, на ремешке также без следов износа. Так, Lovebags. Михаэль Корс, написано здесь у нас на эмблеме сумки, наверное. Опять же, ремешок внутри спрятали. Следов износа нету, состояние отличное, бирка, все это присутствует. В принципе, хороший вариант. Так, еще, по-моему, да, еще один рюкзак. Закрывается на магнитный замок, не знаю, имитацию грубой кожи. Одно большое отделение, кстати, марка New Look. А здесь внутри, в большом отделении, никаких отсеков нету. Единственное, что здесь есть, это вот этот вот кармашек. Следов износа на лямках нет, но в самой сумке также без износа. Еще одна сумка на магнитном замке. Давайте откроем, посмотрим. Так, да, одно большое отделение, несколько кармашков по периметру. Следов износа на самой сумке нету. Еще одна сумка. Достаточно большая. Вот здесь вот два отделения, разделенные, как обычно, перегородка, в которую можно положить всякую мелочь, которая обычно теряется, наверное, где-нибудь внизу сумки. Так, следов износа на самой сумке нет. Опять же, Михаэль Корс. Бренд. Так, следующая сумка, вот эта вот тканевая. Следов износа на самой сумке нету. Состояние отличное. Следов износа на вот таком вот ремешке тоже нет. Так, небольшая сумочка. Один отсек, я так понимаю, здесь у нас внутри. Да, один отсек, никаких кармашков, ничего другого нету. То есть на самой сумке следов износа нет. Единственное, вот немножко как-то помяли ее неправильно. Ну ладно. Тоже вот такая вот красная сумка. Это, знаете, эта сумка для CD-DVD диска. На самом деле. Не знаю, как она сюда попала, но ладно. Так, вот такая вот сумка. Тут же демешок, все это на месте. На магнитный замок закрывается. Внутри два отсека, между ними перегородка для мелочи. Опять же, следов износа нет. Небольшой вот такой вот кошелек. Одно отделение, тоже без следов износа. Так, тканевая сумка. Желтая внутри обивка. Вот здесь вот есть пятно, сразу могу сказать. Снаружи есть небольшой кармашек. Тоже. В принципе, кроме этого пятна, нигде больше следов износа нет. Еще одна сумка. Достаточно большая. Одно большое отделение. Здесь у нас еще одно отделение, в котором можно всякую минуточку спрятать. И да, ремешок внутри спрятался. Следов износа на самой сумке нет. На ручках я тоже следов износа не вижу. Перейдем к следующей. Это у нас кошелек вроде, опять же. Да, одно большое отделение, марка New Look. Небольшой кармашек внутри. Следов износа на самой сумке нет. И вот последняя сумка у нас здесь. Достаточно компактная. Тоже два больших отделения. Между ними перегородка. Правда, функционал никакого на себе не несет. И вот такой вот небольшой кармашек снаружи. Следов износа. Так, на самой сумке на тнещем нет. На ручках также без следов износа. На этом все. До свидания.